Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сёстры. Очень часто можно услышать следующий вопрос. Столько бед, эпидемия, несчастные случаи. Почему всё это? На этот вопрос мы, естественно, находим наилучший ответ в Священном Куране, в изречениях Священного Курана и в хадисах посланника Аллаха. Мы привыкли искать какие-то причины, но не те причины, которые связаны непосредственно с нами. Аллах же в Священном Куране говорит, Чтобы не настигло вас из беды, то это по причине того, что садили ваши руки. Однако Всевышний Аллах прощает многое, сказано в Священном Куране. Но ничто более точно не характеризует наше время, как хадис посланника Аллаха, в котором он всей своей уме, своим чудотворством, своими чудесными предсказаниями сказал, «Если появится в моей уме пять вещей, то тогда ожидайте беды». В хадисе от Ибн Умара, радия Аллаху анху, сообщается, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Я ма ашар аль мухаджирин, хамсун, изабтулитум бихинна, ва ауузу биллэхи антудрикухун». Пять вещей, которыми вы будете испытаны. И я прошу Всевышнего Аллаха упасения от того, чтобы вы их застали. Далее посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Лям тазхарил фахишату фи кавмин, хатта ю'лину биха, илля фашафи химутта'уну вал аужа'у лати лам такун малат фи аслафи хим». Не станет прелюбодеяние распространенным в какой-либо общине до такой степени, что люди станут его делать открыто, тогда распространится среди них эпидемия, чума и так далее, и те болезни, которые не были известны среди их предков. Так говорит посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма. Сегодня прелюбодеяние очень распространено в обществе, и даже в нашей республике. Вы обратите внимание, сколько открыто ночных клубов, заведений. Речь идет о том, что эти грехи обрели явный, открытый, распространенный характер, именно то, о чем посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, в этом хадисе говорит и начинает с этого. Далее посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит, Когда люди станут обвешивать, обмеривать в торговле, они будут наказаны засухой и голодом. Это кризис и несправедливостью их правителя. Значит, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, справедливо связывает с нашими деяниями, с нашими поступками поведения наших правителей, отношения их к нам. А что касается торговли, сегодня ложь, обман чуть ли не принято в законы торговли. Сегодня можно с трудом найти, встретить праведного торговца, который будет честен в своей торговле, который не скроет от нас недостатка. Следующий посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит, И когда они перестанут выплачивать закат из своего имущества, они будут лишены дождей с небес. И если бы не животные, то они бы не получили ни капли дождя, говорит посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма. Сегодня в нашем обществе мусульманами себя называют все, но, однако, когда мы смотрим количество нуждающихся, бедствующих, страдающих, болеющих, колонки социальных сетей заполнены обращениями и просьбами этих людей, но выплачивают тазакат очень маленький процент людей состоятельных, зажиточных. А ведь это их имущество, удерживаемое в наших руках. И ведь именно от этих людей, согласно этому хадису, также зависит наше общее состояние, наше общее спасение. Далее посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит, и когда они станут нарушать завет Аллаху и его посланнику, Всевышний Аллах нашлет на них внешнего врага, который присвоит, который отберет у них то, что им принадлежит. Сказано в этом хадисе. И таких случаев истории очень много. И пятое, о чем посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит, «Ва ма лам тахкум аимматухум би китаби Аллахи, ва я тахайяру мимма анзалал Аллаху, илля джа'алаллаху ба'сахум байнахум». И когда предводители общества, лидеры общества станут выносить решение несоответственно тому, что не спослано Всевышним Аллахом, Всевышний Аллах сеет вражду между ними, говорит посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма. Когда происходит, что значит выносить решение не согласно тому, что не спослано Аллахом. Любой ситуации в нашей жизни, когда мы женим своих детей, во время нашего бизнеса, торговли, нашего быта, когда мы предпочитаем тот быт, те правила, которые установлены не Всевышним Аллахом и Его посланникам, а западной культурой или еще чуждой нам цивилизации так называемой, тогда Всевышний Аллах сеет вражду между нами. Следующий вопрос. В чем же выход из этих бед? Как же нужно выйти из этих бед? Каковы ключи выхода из этих бед? Как себя вести? Об этом иншаллах мы поговорим в следующей передаче. Вас-селаму алейкум وрахматуллахи ва баракатуху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok